Вроде тихо. Боже мой, что это? Что это? Что это? О боже. О господи, что это? О боже мой, что это? Ладно, я открою. Я открою. Я открою. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики. С вами снова Гидеон, и это рубрика Old School, где мы продолжаем проходить чудесный хоррор Silent Hill. Самая первая его часть. Ну что же, продолжим. Я напомню вам, на чем мы закончили нашу вторую часть прохождения. Мы пришли наконец-то в школу, пробежали через орды монстров, совершенно, через тьму в городе, которая наступила. И теперь мы... Нам очень хреново, потому что нас очень сильно поранили. И персонаж у нас, кстати, вот так вот дышит очень часто, когда у него здоровья очень мало. Видите, у нас красный уровень здоровья, все очень плохо. А у нас есть пять настоек, две аптечки. Я думаю, раз уж совсем все так хреново, я использую большую аптечку. Чтобы полностью излечиться, потому что это уже совсем-совсем-совсем было плохо. Итак, что же было? Мы нашли в школе, вот здесь вот, в самом начале, где стойка, самое главное, нашли здесь некоторые подсказки. Ну, опять же, мы пока не знаем, где нам их применить. Там про руку старика, про алхимические вещи. Так, здесь мы были. Здесь, по-моему, дверь закрыта, если я не ошибаюсь. Да, здесь дверь закрыта. Опять началась эта тяжелая-тяжелая музыка, которая меня очень сильно пугает, конечно, безусловно. Да. Ну что ж, на улицу я, конечно, выходить не хочу совершенно. Я хочу и здесь закрыта. То есть мне придется выйти на улицу, да, вы хотите сказать? Ну что ж, спасибо вам, спасибо, конечно, создатели. Так, откроем нашу карту. Куда нам идти? Так, это дверь во двор. А предыдущая дверь в вестибюль. Ну, вестибюль нам, конечно, не надо. В приемной мы нашли. Да, нам придется идти во двор. А во дворе у нас... Я уже слышал, я уже слышал. Я уже слышу, что нас встречают... О, боже, это те самые карлики, которые в самом начале нас чуть не прикончили. И так. Ху. О, боже мой, они здесь. Они здесь. Я просто хочу... Просто хочу немножко... Ху. Здесь их нет. Как хорошо, слушайте, как облегчает. Посмотрим, где мы находимся. Я просто забежал в первую дверь совершенно. Так, здесь у нас коридор с учительскими и туалетом в конце. Начнем осмотр с самой первой учительской. Кстати, две учительские. Замок заклинило, понятно. Две учительские не слишком ли много? Что это такое? Дог, что-то там. Не понял. Ладно. Шкафчики нам явно не открыть. Посмотрим. А, это второй вход в учительскую? Ага, тоже нельзя открыть. Понятно. Кстати, я не помню, будет ли у нас... Да, нам нельзя попасть в учительские. Зато в туалет, наверное, можно. Да, в туалеты нам в сайлент-хиле можно попасть. Это просто прекрасно. Нужно его добить. Добить. Фух. Как можно скорее. Кошмар какой-то... Какие-то школьники, что ли. Я даже не знаю. Ужас. Ужасно все это выглядит. Кошмар. Так, ну что же. Осмотримся, безусловно. Тут я ничего не вижу. Карлик кошмарный. Ужас, ужас, конечно, да. Игра меня, безусловно, пугала раньше. Безусловно. Просто... Просто ужасно. Но сейчас... Сейчас я уже... Я уже справляюсь и могу записать хотя бы прохождение. Неужели тут ничего нет? А в самом деле... Я потратил все патроны просто зря. Честное слово. Но это никуда не годится. Я не могу двери открыть, к сожалению. Здесь, как бы я не нажимал, двери не открываются, недоступны. В общем, не знаю, да. Зря только потратил патроны, честно сказать. Так, ну что же. Я надеюсь, во втором туалете-то нам больше повезет. Да, здесь уже никого нету. Так, здесь камера не поворачивается. Туалеты, конечно, в Сайлент Хилле это прям какое-то особое место. Всегда они открыты. Ничего тут не открывается. Я так прямо думаю, сейчас кто-нибудь вылетит или выскочит прямо из любой кабинки. И начнет меня грызть. В каждом Сайлент Хилле есть туалет. Это, безусловно, это прям какое-то, не знаю, особое место. Так, посмотрим, где мы находимся. Особое место, где все время нас пугают, все время нас дергают. Ужас, в общем. Так, ну что же. Там есть у нас лестница. И так, мы можем спуститься. Это что у нас? Внутри ничего нет. Ладно, ничего нет, так нет. Нам же легче. Поднимаемся наверх. Второй этаж. Так, тут нет карликов? Нет, ну вроде радио молчит. Есть. Есть карлики. Ну где ты, гад? Давай. Отлично. Фу. Так. Хорошо. Хорошо, хорошо. Идем дальше. Так, осмотрим карту. Безусловно. Куда же нам без карты? Классы. Да, здесь теперь у нас классы. Так, химическая лаборатория. Вот. Кажется, туда нам и надо, потому что я что-то слышал про алхимика там. Ну, помните, в записках, которые мы в конце второй части читали? Так, музыка потяжелела. Звуки нарастают. Но шороха мы не слышим. Да, конечно, безусловно. Огромный плюс то, что у нас есть эта рация. потому что все-таки как-то мы хоть знаем. Угу. Дистиллированная вода мне она не нужна. Это музыка. Это просто музыка. Тихо, спокойно, не нервничай. Это всего лишь музыка. Глюкоза мне она без надобности. Музыка, конечно, безусловно, суровая. Это химикат. Взять его. Взять его! Ха-ха. Да, 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 да. Музыка прямо. Особенно эти окна черные. Черные кошмарные окна. Которые так и предвещают выпрыгивание монстра. Так, ну, здесь кроме собственно вот этого химиката я ничего больше не вижу. Собственно, видимо, и нет ничего больше. Хорошо, что, конечно, здесь фонарик бесконечный. Потому что, например, во второй части хотя, вот, к слову сказать, во второй части он тоже, считайте, бесконечный. Ах ты, гадость. Ну, подходи. Ах ты! Да что ж такое? Я молодец, конечно. Бежим. Да что ж такое? Ой, ну я даю совсем. Просто. Просто кошмар. Просто я молодец. Просто молодец. Не на ту кнопку давлю. Блин. Вот я просто гений. Не на ту кнопку нажал и, в общем, да. Получил. Посмотрим, насколько мы пострадали от того, что два раза нам в ногу впились. Ну, вот, да. Уже, уже, уже плоховато, конечно. Уже плоховато. Ладно. Так, мы осмотрели эту комнату. Теперь время эту осмотреть. Так, что у нас здесь? Это, по-моему, класс. Ух ты, что это? Отрубленная рука? Так. Патроны. Да. И это то, что нам надо, безусловно. Отрубленная рука, это ничего хорошего не предвещает нам. Так, здесь есть что-нибудь? Нет, здесь ничего нету. А здесь тоже ничего нету. Ладно, давайте осмотрим руку. Надеюсь, ничего не произойдет. Скульптура старческой руки. Пальцы цепко впились в медальон, как бы не желая его отпускать. Ага. Ну-ка, а если... Помните, в записке было написано, значит, что, в общем, там вода какая-то, вода какая-то, в общем, отпустит что-то медальон или что-то типа того. В общем, смысл, что я хочу сделать, это вот мы достали какой-то реагент. Я не знаю, может его с чем-то смешать, конечно, надо. Не этикетки, концентрированная соляная кислота. А, ну вот, вот, отлично, да. Применим ее. Ага. И собственно, да. Интересно, а медальон-то не повредится? Так, вы взяли золотой медальон. Угу. Хорошо, надеюсь, сейчас на нас адский демон не выскочит за то, что мы взяли медальон. Хотя, скорее всего, может и выскочить. Так, ну, мне надоело их всех убивать, честно. Поэтому я просто уйду отсюда. Здесь тоже, кстати, кто-то есть. Так, где мы находимся? Мы здесь, мы взяли... Все, больше тут ничего не нужно, поэтому я туда больше не вернусь. Если, конечно, у меня это получится. Безусловно, потому что может нам и придется вернуться. Так, ну что ж, тут у нас библиотека. Давайте в нее заглянем. Так, здесь, здесь тоже кто-то есть. Где? Ну, где ты? Гадкие школьники. Где вы? Какой кошмар, а, какой ужас, а? Хватит нам нервы трепать. Ну, где же ты? Он явно за этой полкой. Ой. О боже, кто это? Кто это? Кто это? Какие-то духи. Что это? Какой кошмар. Так, все, я беру аптечку, я туда не хочу идти. Это какие-то духи, которые визжат, как собаки. Так, я посмотрю карту, куда эта дверь ведет. А, фонд библиотеки. Ага. Давайте туда сходим. Конечно, дверь открыта. Здесь тоже кто-то есть. Вот он. На тебе. Получай. Все. Фу, как же мне хорошо становится, когда я зачищаю какую-то территорию. И это просто, просто прекрасно. Просто бальзам на душу. Я заряжу пистолет. Сколько у нас патронов? А, еще 12. Нормально. Видимо, он сам как-то заряжает. Я даже, честно, не знаю. Вот я трачу, трачу, а как бы патроны остаются. Ну, в пистолете смотрю, потом там опять 12 или 13. Так, ну зачем-то нам сюда надо было зайти. Я, собственно, не понимаю, зачем. Опять же, шо ж такое? Еще одна комната бесполезная, где мы потратили просто патроны. Видимо, так и есть. Потому что здесь ничего нет. В принципе, предметы тут нигде не спрятаны. Да и не очень ты тут спрячешь, Сайлент Хилле, в первом особенно что-нибудь. Ладно, вернемся в эту страшную комнату с этими духами, какими-то духи, я не знаю, детей, кто это вообще. Кошмарные какие-то. Может, на них посветить, а не сдохнуть. Странно. Видимо, да, смотрите-ка, один остался. Отстань! Слушайте, он исчез. Ну вот, да. Как-то странно все это. У-у, крипи, крипи. Так, ладно, ну главное, что их больше нету. Так. И здесь тоже кто-то есть, видимо. Посмотрим карту еще раз, куда мы отправляемся. Да. Класс! Ну что же, класс-то класс. Пойдемте сюда. Ой-ой-ой, музыка-то нарастает. Но, ничего не хрипит, значит, значит, класс чист. Хорошо. Это уже плюс. Так, что за детские рисунки? Так, нет, здесь ничего нету. Здесь ничего. Это что за ведро? Какие-то ведра стоят на окнах. Что за класс такой? Мм, так. Здесь ничего особенного. Ну, в общем, ничего особенного я здесь не наблюдаю. На столах я тоже ничего не вижу. Видимо, нам нужно идти в следующий класс. Хорошо. Так, посмотрим, куда я двигаюсь. Да, это переход в следующий класс. Я думаю, эта дверь открыта. Да. Как я и думал. Ну, конечно, а здесь кто-то есть. Ну, где вы? На тебе. Ух ты. Ах ты гад. Я тут уже не церемониться особо. На тебе. Фух. Так, от двоих мы избавились. Посмотрим наше состояние. Я думаю, оно уже немного плачевное. И нам нужно выпить настойку. Да, вот так намного лучше. Возьмем патроны. Да, взять патроны. И направимся в вулф. Волк. Волк нарисованный, наклеенный. Непонятно, доска у них, да? Здесь вроде должно быть... Да, здесь написано резать. Кат. Три буквы сложены. Неужели и здесь ничего нету? Только кроме патрона. Хотя, конечно, да, двоих нам дали и на откуп дали 15 патронов. Ну, в принципе, ничего, конечно. Безусловно, потратили там и меньше. Опять же, здесь я ничего не вижу. Может, здесь что-то лежит? Нет, нет, ничего. Ничего нету. Кроме кошмарных монстров, здесь ничего нету. Волки, рисунки, еще что-то. Школа, конечно, да, пугает, безусловно. потому что наши детские страхи в школе. Хо-хо-хо. Да, видимо, так это и работает. Посмотрим карту. И, да, мы здесь осмотрели два класса. Ну, что же, да, отправимся дальше, если это, конечно, дверь открыта. открыта. О, боже мой. Какой кошмар. Вы имеете звуки, просто... Опять этот. что же такое, почему не попадают-то, я не понимаю. Давай, давай, убей, убивай его скорей. Этого тоже. хух. Хух, патроны. Десять. Сколько еще в загашнике? Шестьдесят. У-у-у, пируем. Так, хорошо. Где мы находимся? Я так рванул просто. Ага, понятно. Но в тот коридор я не хочу идти. Давайте отправимся в... Так, а что у нас здесь? Здесь у нас... раздевалка как раз. Или нет? Давайте посмотрим, что тут. Вроде тихо. Боже мой, что это? Что это? Что это? О, боже. О, господи, что это? О, боже мой. Что это? Ладно, я открою. Я открою. Я открою. О! О, это кошка. Боже мой, хоть кто-то здесь живет. О-о. Блин. Это же прям как... Что тут делала кошка? В шкафчике ничего полезного нет. Так, а тут? Внутри ничего нет. Печально. Кошку съели. Ну, что это? Да, жалко. Я думал... Внимание, не забывайте забирать вещи из шкафчиков после окончания занятий. Обычная для начальной школы доска объявлений. Ничего особенного. Вот я сейчас чувствую, я выйду, и, собственно, видимо, поедатель кошек там будет. Запрещено бегать или играть в раздевалки. Ага, понятно. Ладно, а что делать-то? Надо идти. Видимо, здесь, да, целая комната дана на откуп кошки. Да что ж такое, откуда вы все беретесь-то? Просто кошмар какой-то. Не было же вас в палате царской. Ладно, я хочу просто пробежать, мне-то надоело сейчас. промазать-то, короче. Так. Куда идем? Мы с пятачком. Класс музыки? Я думаю, там что-то интересное. Вот классы мне приходится зачищать. Потому что... О, рояль. Кажется, я помню. Да, 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 дамы и господа, я приветствую вас в заго... в этом... как его? Приветствую вас в мастерской комнате с загадкой рояля или пианино. Да, ничего здесь кроме этого нет. Есть только... Пианино не открывается, странно, на вид оно вроде не заперто. А как же нам его открыть? Это очень сложная загадка с пианином. Здесь... Кстати, непонятно, почему оно закрыто. Может, ключ нужен? Ну-ка, сейчас попробуем, может, его взломать нужно? Я уж тоже не знаю. Нет, взять. Нет, тоже не то. Нет, здесь нельзя это применить. Так, понятно. Почему-то странно, пианино не открывается. Здесь... сильно очень сложная загадка с пианино. Здесь написано кровью стихи на этой доске. Здесь написано сказка о безголосых птицах. Взлетает первым, взлетает первым алчный пеликан, что жаждет больше всех награды. Бьет воздух белым он крылом, а тихий голубь обогнал его, и мимо пеликана пролетел так далеко, как только мог. А вслед за ним черный ворон. Парит он выше голубя, чтобы показать, что он сильней. За ним и белоснежный лебедь себе найдет потише место в соседстве с другой птицей. И после всех ленивая ворона садится только лишь взлетев, зевнувший мирно засыпает. Кто птицам путь определит, кто голоса даст безголосым, кто больше птиц награды ждет, серебряные награды. Ну, суть такова, что нам здесь почему-то закрыта пианино, но мы это узнаем потом, почему она закрыта. Видимо, ключ какой-то нужен или, ну, что-то в общем. Может, какую-нибудь монтировку даже найдем, не знаю. Суть в том, что там будут клавиши соответствующие и нужно будет сыграть мелодию. Сыграть мелодию и мелодию именно в связи с... в связи с этими стихами, безусловно. Иначе не все было бы так просто. Я помню очень долго. Как же ты мне надоел, ладно. Вот так. Все, успокойся. Помню очень долго. Мы с другом, я помню, сидели, прямо записывали на бумажке. Там еще перевод был. Это сейчас чудесный перевод от Console Games. Сделан. А до этого... До этого! Отстань! Как же вы мне надоели, а? Уйди, уйди! Уйди! Так. Очень жалко, что нельзя давить тех, кто... Тех, кого... Опрокинул на пол. Все. Ху! Еще один? Вот это да. Это прям нашествие какое-то. Ну где ты? Так что, я не понял. Я его не задавил, что ли, кого-то? Опять духи! Опять духи! Где? Где-то здесь. Или за стеной. Ладно, все. Музыка особенно нарастает. Ужас просто. Ух! Будоражит, конечно. Так, эта дверь закрыта. Ну, собственно, да. Нам нужно возвращаться назад. Или подниматься наверх уже дальше. Это путь вниз только здесь есть у нас. Потому что здесь мы все уже осмотрели. Так, это куда у нас дорога? Просто не очень тут ориентируюсь. Только по большим маленьким дверям, в принципе, можно ориентироваться нормально. Иногда вот он не целится в него. Меня это раздражает, конечно. Так, патроны... Ну да, он как-то сам заряжает, на самом деле. Ну, опять там кто-то. Все. Готов. Нет, они просто спамятся и спамятся. Просто, вот честно. Вот это самый натуральный спам. Не знаю, в общем. Так, идем дальше. Здесь мы все взяли. Нам нужно собрать медальоны. И если я, конечно, не ошибаюсь. Я могу ошибаться, безусловно. Нам нужно эти медальоны вставить... Или применить где-то, в общем... В часовне. Опять здесь кто-то. Да елки-палки, а. Это же... Это жесть какая-то. Бежим. Куда же вас столько? Просто... Фух. Так. Готово. Ну чего? Опять нас повредили конкретно. И я выпью настойку. Хорошо. Настойка восстанавливает где-то, ну, 30-40% здоровья. Вот, здесь еще одна нам. Дали еще одну настойку. Неплохо бы нам, чтобы еще дали патронов на откуп. Очень даже неплохо. О! Вот это уже не детские рисунки, я бы вам сказал. Вот это уже жесть какая-то. Безусловно. Так, ну что же. Здесь есть еще что-нибудь? Ничего! Я двоих убил, а мне дали только настойку. Ладно, идем дальше. Неужто здесь никого нет? Ну, спасибо. Вот. Как-то... Умеют они баланс делать, японцы, между... Хотя здесь никого и нету. Ничего нету. Не то, что никого нет, здесь ничего нет. Баланс между наплывом монстров, а потом каким-то таким небольшим расслаблением. Слабиночку такую дают. Ничего я тут не вижу. Какие-то аквариумы дурацкие. Детские, школьные. На столе тоже ничего нету. Ну, в общем, да. Коридор какой-то пустоватый, я бы вам сказал. Такс. Ну что ж, опять туалеты. Опять пытка туалетами. Сейчас-то уж точно нас кто-нибудь испугает. Это я прям гарантирую. Туалеты у нас всегда открыты. О боже мой. О боже, что это? Кто это? Кто-то плачет. Ой. Да, страшненько. Дверь не открывается. Дверь не открывается. Зато кто-то плакал. Хух. А тут что у нас? А тут у нас уже нас ждут. Ах ты гад! Ну. Этот сдох. Все. Какая-то суровость. Я удивлен, что еще никто не выпрыгнул на нас. Из кабинки. Потому что, ну, прям вот это должно быть. Или это такой, я не знаю, японский, японский стиль страха. То есть, ты по-любому ждешь, что кто-то выпрыгнет на тебя из кабинки. Но нет. Никто не прыгает. Кто же плакал? Давайте вернемся. Может, что-нибудь изменилось. Потому что это было, конечно, очень, очень страшно. Безусловно. Нет. Вот, вот видите. Вот этот японский ужастик, он, конечно, дает о себе знать. Ничего не скажешь. Итак, сверимся с картой, что у нас там есть, что у нас набежало. Так, рояль, склад, рука. Ну что же, я думаю, отправимся на третий этаж. Время на этой серии подошло. Надеюсь, вам понравилось. В четвертой серии мы отправимся на третий этаж. Будем его изучать. С вами был Гидеон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вступайте в группу ВКонтакте, ссылка под видео. Советуйте друзьям. Всем спасибо. И до следующей миссии. Субтитры сделал DimaTorzok